виталий приветствую тебя торговая сессия вторника обсуждаем рынки технически фундаментально говорим о ключевых фундаментальных событиях потому что о них стоит говорить особенно в текущих условиях когда каждый день что-то да на рынках происходит волатильность остается точно выше средних значений мы видим развитие трендов динамик коррекционных откатов в общем рынке сейчас живые за ними нужно наблюдать и если друзья вы ищете возможности вот как раз эти возможности сейчас на площадках есть касательно всех финансовых инструментов вообще каким бы сегментом рынка вы не интересовались с этого понедельника опять же главной новости это военный конфликт между израилем и палестиной все заголовки все сми сейчас говорят только об этом мы как трейдеры конечно же пытаемся оценить влияние на рынок этих событий ну понятно что если крупными мазками взять то любой конфликт это нежелательное событие для рисковых инструментов обычно таких условиях риски не пользуются спрос поэтому если в целом оценивать перспективы рынка то сейчас да может быть не стоит рассчитывать на какую-то мощную растущую динамику фондовых индексов валютных активов рисковых я имею ввиду и в таких условиях большим спросом пользуются инструменты которые относятся к категории защитных активов ну в целом говорить если про доллар золото мы видим с понедельника когда произошло открытие с гэпом это как раз все следствие того что вновь выросла опять же повысился спрос на то что относится эталоном как бы является эталоном защиты на финансовых рынках золото которое конечно же в геополитических обстоятельствах условиях всегда отрастала но я при этом совершенно не уверен то что вы эта восходящая динамика сможет продолжить потому что сегодня попробую аргументировать с точки зрения есть обстоятельства либо компенсирующие факторы из-за которых золото может легко развернуться давай к демонстрации с экрана с моей стороны начнем и индекс доллара у меня первый инструмент который открыт мы видим то что с азиатской сессии сегодня доллар снова восстанавливается 105 90 текущей котировки я почти уверен то что за редкими коррекционными откатами до конца этого года мы будем наблюдать за дальнейшим ростом доллара и в конечном счете американская валюта может прорваться и выше уровня 107 и даже приблизиться к отметке 108 пунктов рынка валютный рынок в частности касательно доллара этот актив сейчас поддерживает ожидания того что фрс снова повысит процентную ставку причем интересная ситуация если говорить о будущих решениях федрезерва с точки зрения представителей фрс начиная от жирома паула и заканчивая голосующими членами американского регулятора то да там прям тенденция однозначно прослеживаются они снова готовы повысить процентную ставку но вот инструмент подводчтул который дает как бы мнение оценку более широкого рынка там почему-то по-прежнему мы видим что до конца этого года большинство аналитиков эксперта спекулянтов большинство полагает что ставку так и оставить на отметке 5 и 5 процентов я все-таки думаю что он сейчас нам нужно сделать больший акцент на то что говорят представители фрс потому что именно они будут отвечать за повышение ставки если они намерены повысить ставку я думаю что общественное мнение как бы их в этом не разубедит поэтому я тоже полагаю что ставку могут поднять еще до отметки пять семьдесят пять сотых процентов тем более что конфликт на ближнем востоке может подстегнуть рост цен на нефть за которые точности начнет растить инфляция фрс пытается бороться с как раз чрезмерным инфляционным давлением сегодня день интересен тем что будет выступление представителей фрс болгара кашкали и и также завтра протоколы в четверг еще отчет по инфляции последний важный релиз перед заседанием федеризерва который состоится 1 ноября поэтому я останусь как бы уверен прежней позиции что индекс доллара может еще обновить локальные максимумы на ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики все еще актуален вопрос касательно государственного бюджета в сша в общем выиграли время демократы республиканцы но к 17 ноября придется вернуться снова вот в эту кашу с обсуждениями и следить за диалогом между партии власти и партии оппозиции в сша фактор поддержки также для доллара еще последний отчет по нонфарм перлс мы это прекрасно видели что статистика в целом хорошая и сегодня опять же растут доходности американских облигаций десятилетки 466 уже доходности восстанавливаются если ничего не изменится в настроениях я думаю что в стране них ничего не изменится ближайшие торговой сессии до конца недели доходности десятилетний триджер смогут выйти на новый максимум уже более чем за 16 лет и превысить отметку 475 процента поэтому доллар еще раз вот как раз от линии тренда мы сейчас столкнулись и возможна идеальная точка обхода с целями 107 и выше что касается золота 1857 долларов за трость концу на данный момент я начал с того что у меня есть виднее о рынку драгоценных металлов на текущем этапе причем логичнее сейчас продолжить развивать тему повышенного спроса на золото из-за событий на ближнем востоке да это так это правильная реакция рынка опять же купить золото и держать пока новостной фон не изменится но сейчас есть факторы которые не дают золото расти это тот же самый индекс доллара рост доходности американских облигаций и сегодня я на азиатской сессии был почти уверен то что мы будем наблюдать за разворотом позиционирования трейдеров когда большинство по рынку драгоценных металлов по золоту залезет в коробки позиции рынок начнет идти против толпы но вот прям в моменте смотрю на текущий сантимент и он указывает на то что больше 60 процентов трейдеров все еще сидят в покупках поэтому можно предположить что будут продавцы сопротивляться до последнего и в конечном счете могут взять вверх качестве торговой рекомендации она очень рискованная потому что опять же эскалация событий на ближнем востоке может развернуть золото и отправить к новому локальным максимум но если все же как бы развитие событий пойдет в текущий конве то я бы присмотрелся к уровню 1850 и случае его пробоя рискнул бы поставить на дальнейшее снижение на то что золото пойдет на закрытие гэпа и в итоге вернется к отметке 1800 долларов за баррель и еще одна сделка сегодня по рынку нефти 87 15 стоить бренда на данный момент рекомендую смотреть на значение 88 долларов за баррель и в случае закрепления бренда выше данной отметки соответственно уже нефть покупать с целями возвращения актива к максимуму прошлой недели в районе 96 97 долларов за баррель события на ближнем востоке конфликт особенно если чуть просуждать на эту тему кто знает как поступит иран если он будет повлечен в конфликт то конечно же география вот этого столкновения расширится и с участием ирана это точно проблема для глобальных поставок перебои поставок и еще больше риск нехватки предложения глобальных бренда вот на своем брифинге два дня подряд я говорю о том что очень важно будет конечно же сейчас следить за событиями вокруг на полистине израиля ну еще и ждать нужную статистику по китаю в пятницу там данные по инфляции будут и по торговому балансу думаю что эти релизы и данные сейчас недооценивают потому что если выйдут действительно хорошие цифры я думаю что цифры будут хорошими то нефть могут очень быстро я вообще считаю что распродажи последние прошлой неделе были чрезмерными и нефть прямо очень сильно покинули по сути на больше чем на 10 процентов это перебор но это еще раз доказывает нам что сейчас нужно быть внимательными контролю рисков загрузки депозитов и так далее потому что даже без плеча 10 процентов минус стоимости актива это очень много вот на этих трех инструментах и остановлюсь виталий давай тогда слово тебе так всех приветствую ну в принципе с тобой согласен по поводу таких фундаментальных моментов насчет этого конфликта пока что можно сказать по конфликту как он повлияет на рынок пока как заявил сегодня морган стэнли то есть этот конфликт происходит в таком регионе где пока как бы ближайшие страны не влияют условно на на нефть на добычу нефти да влияние минимальны да там сирия вот эти израиль какие там египет рядом ну плюс минус там иордания интересно будет как дальше будет данный конфликт развиваться в принципе это нельзя назвать конфликтом уже потому что израиль объявил официально войну да то есть как будто да 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 поэтому конфликт чуть неправильно то есть это конфликт между украиной и россией то есть потому что там не объявлена война почему-то и здесь интересно как это закончится это какой-то локальный условно конфликт разрулят его через там течение несколько недель месяц или это запланировано втянуть ближайшее там время там месяц два три иран плюс минус эти страны и если это в таком случае пойдет то да это будет уже негативно влиять на на котировки нефти да и мы увидим там космос и в принципе такие есть теория заговора что в принципе планируют повысить очень сильно цену чтобы энергоресурсы были дорогие для населения нашей планеты да и скажем как бы вот так таким способом контролировать поэтому внимательно будем следить пока я лично сам нахожусь вне рынка по нефти напомним прошлый раз на наших последних битвах я советовал шортить нефть она в принципе очень хорошо падала я в принципе потом на минимумах я вышел полностью как раз перед конфликтом на выходных я в пятницу четверг еще в обзорах говорил что я полностью вышел с шортов и пока ни рынка и сейчас лично ни в шорт ни в лонг не вхожу да то есть пока наблюдаю вот вот такое мне мнение по данному текущему моменту не нужно думать что это все быстро закончится это тоже так как брали там за два-три дня некоторые города и как показал вот кадры суперармия тоже как бы может и не справиться с там городская застройка в палестине да сектор газа там тоже может затянуться и непонятно чем закончится хорошо давайте к рынкам перейдем конкретно вышка выскажу свое мнение давайте так сегодня будут два момента по рынку первое это я буду хвалиться немножко как мои идеи торговые среднесрочные отработались по некоторым инструментам и дальше в конце я дам торговые идеи по рынку скажем есть у меня некоторые моменты поэтому дождитесь до конца из среднесрочных моих рекомендаций которые я давал в прошлом месяце в сентябре по некоторым инструментам просто на пять с плюсом отработались поэтому мне это очень приятно как аналитику это s&p 500 то есть весь сентябрь и даже тут же я продавал советовал шортите на битве аналитиков и в своих обзорах s&p 500 шортить и в принципе мы неплохо отпадали то есть это первая галочка вторая галочка это доллар рубль в сентябре и в принципе на на битве аналитиков я советовал покупать 9 по плюс минус там 96 то что было за сентябрь и с целями 100 102 мы сделали вторая галочка третья галочка это золото на последней битве аналитиков с тобой и ты шортил золото и я советовал шортить и называл цели 1800 мы там почти сделали но в принципе считаю что мы отработались по данному инструменту дальше натуральный газ вот наконец-то он пошел я его уже там несколько месяцев покупаю в принципе в сентябре аналогично советовал покупать все что выше 250 я говорил покупки среднесрочные 3 и 350 и мы сделали практически все цели возможно мы еще пойдем и выше впереди у нас зима поэтому цены на данный энергоресурс растут это четвертая галочка пятая галочка это нефть то есть во второй половине сентября я советовал шортить до этого мы с тобой были покупателями но дальше здесь пошли сигналы на возможное снижение поэтому там вторая половина сентября вот я советовал только шортить и мы в принципе неплохо отпадали дальше что еще ну и в принципе это по таким товарно-соревому рынку у меня в принципе очень красиво все отработалось последнее время а вот по валютам мне так пока скользко все идет и как я хотел затронуть данный рынок сегодня в принципе все валюты одинаковые давайте начнем с евро доллара по данному инструменту у меня есть такой скеп непонятная такая ситуация по поводу дальнейшего снижения даже вот если ты отметил по поводу non-farm peril и в принципе общий рынок труда который был на прошлой неделе начиная там со вторника среда четверг пятница у нас там было четыре показателя там начиная от джолтс во вторник у нас заявки по вакансиям выросли и обращение то есть все показатели вышли на очень хорошем уровне и в принципе рынок вот если смотреть прошлую неделю по евро доллару он показал рост и индекс доллара снижение и даже та же пятница нон-фарма два раза выше вышли данные да там ожидали где-то 170 тысяч вышло 300 там с копейками на и рынок моменте отработал эту новость но по итогу пятницы мы закрылись в достаточно положительной зоне сильной да и поэтому как вариант возможно рынки уже закладывают вот это вероятное повышение ставки там первого ноября если не ошибаюсь или там возможно на следующих заседаниях и как бы рынок это возможно учитывает и скажем и пусть и будет поэтому будем работать как как бывает на рынках все ожидают одно а рынок идет другую сторону и поэтому здесь есть первые признаки на то что евро возможно идет на какую-то было более глубокую коррекцию наверх и поэтому уже я практически последние там несколько дней сам покупаю евро по чуть-чуть и советовал своих обзорах покупать евро и поэтому пока мы находимся выше так скажем 1 0 5 ну там можно чуть пониже 1 0 4 85 плюс минус там пятничный минимум или минимум понедельника пока мы выше этих минимумов я рискованно советую покупать евро доллар с целями ну там на более глубокую коррекцию и не исключаю там более сильную коррекцию если мы все-таки провалимся ниже пятницы минимум то там возможно дальше будет уже проваливаться цена плюс конечно мое мнение возможно будет корректироваться у нас на этой неделе много новостей и по инфляции ppi cpi и китайская статистика поэтому держим руку на пульсе если что там в следующих обзорах буду там возможно мнение менять но советую покупать евро индекс доллара там зеркальная ситуация по поводу золота я на прошлой неделе выпускал такой обзор среднесрочной идеи там было два инструмента иена и золото и я говорил что можно рискованно подбирать в районе там 1800 золота на покупку и принципе я не исключаю этот вариант что возможно это был уже минимум какой-то по золоту и мы дальше будем глобально расти если это не минимум то по факту уже будем смотреть там будут какие-то более сильные снижения так как сейчас мало информации я бы сейчас рискованно больше был за покупки по золоту да вот в таком формате хотя какой-то красивой картинки нету у нас сегодня вторник в четверг инфляция возможно что-то ближе к четвергу картинка будет более ясная по по золоту и будет понятно там стоит ли его реально покупать или все-таки там не рынка ну и еще можно добавить по фунту здесь ситуация в принципе зеркальная евро доллару у нас ключевой уровень это 1.21 и пока мы выше данного уровня я за рискованной покупки по данному инструменту и принципе кстати вот фунт я августе называл ключевой уровень 1.28 и среднесрочно целился по данному инструменту на 1.23 и 1.20 и мы 1.20 практически сделали там чуть-чуть не добили пару копеек то есть мы такие два месяца хорошего снижения получили и сейчас я думаю что здесь возможно назревает какая-то коррекция конечно могу ошибиться так как тренд у нас достаточно сильный по доллару наверх и не исключаю там 108 109 и 110 поэтому обязательно со стоп-лоссами с небольшими рисками так как эти позиции против тренда и они пока против как бы фундамента и так далее пока все у меня виталий спасибо тебе за рекомендации правильно ты отметил что очень много важных фундаментальных событий впереди протоколы данные по инфляции в общем эти отчеты уже сильно повлияют на валютный рынок а события на ближнем востоке будет влиять на сырьевой рынок поэтому максимум фокуса внимания мы обсудим повторную ситуацию только лишь следующий вторник до следующего вторника три такой динамики может миллион раз все поменяться и инструмент мог оказаться на совершенно новый уровень поэтому контроль рисков стоп-лосс это такие принципиальнейшие вещи виталий спасибо тебе что смог найти время подключился обсудил рынки хорошего тебя тоже трейда в рамках этой недели и хороших выходных до встречи пока удачи пока